Сегодня мы говорим о нем. Видим, что здесь под картой есть легенда карты, ну не под картой, а под городом есть легенда карты. И здесь я отразил основные, так сказать, показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на дату конец января 2023 года. Один из основных показателей, показываю указочкой, это количество предложений. В январе 2023 года достигло в миллионном городе Харькове 11 841 квартиры или объект жилой недвижимости. Туда вошли у нас первичный и вторичный рынок. Друзья, подумайте, в миллионном городе всего лишь выставлено на продажу 11 841 объект жилой недвижимости, включая и первичный рынок. Что, кстати, показало незначительную динамику роста по сравнению с декабрем на плюс 5,7%. Почему я со скепсисом так, в общем-то, вам задал вопрос? Подумайте только. Ну, рынок по предложениям, друзья, он сужается, как шагреневая кожа. Вот в миллионном городе, где мы до войны наблюдали порядка 50 и больше тысяч объектов недвижимости жилой, которые выставлялись на продажу, сейчас мы видим всего лишь 11 841 объект жилой недвижимости. Переходим к другим показателям, которые характеризуют состояние рынка недвижимости. Это стоимостные показатели. Ну, начнем с социальное жилье и вторичный рынок, друзья. Видим, что на дату 31 января 2023 года это 640 долларов. И видим снижение минус 0,31%, то есть недвижимость подешевела за месяц на 0,31%. Переходим к эконом-комфорт бизнес-классу. Это тоже, друзья, у нас вторичный рынок. Видим, что недвижимость этих трех классов за месяц исследования подешевела на 0,34%. В абсолютных цифрах это 779 долларов за квадратный метр. И если мы будем говорить уже о первичном рынке квартиры эконом-класс, то мы наблюдаем, друзья, те же самые тенденции. Снижение за месяц всего лишь 0,36% в абсолютных цифрах. Это 560 долларов за квадратный метр. Напомню вам, что первичный рынок продается за гривну. Я для удобства вашего, естественно, перевожу гривну в доллары, для того, чтобы вы в одной валюте, в легенде вот этой карты, которую мы сейчас обсуждаем, видели процессы, которые происходят на первичном и вторичном рынке. Следующий класс – первичный рынок комфорт-бизнес-класс. Мы видим также отрицательную динамику. Эти квартиры подешевели на 0,22%. В абсолютных цифрах это 927 долларов за квадратный метр. Ну и первичный рынок – элитный класс. Если вы обратите внимание, что квартиры этого класса не строятся ни в городе Суммы, ни в городе Чернигове, ни в городе Полтава. То есть с техническими характеристиками квартиры элитного класса строились до войны, естественно. Сейчас ничего не строится в городе Харькове. И мы видим, что за месяц эти квартиры, или точнее элитный класс, будущее жилье, не сданное в эксплуатацию, подешевело на 0,33%. В абсолютных цифрах это 1518 долларов за квадратный метр. Вот посмотрите, как сильно отличаются классы друг от друга. Где-то в два раза, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Я это о том, что, друзья, говорить о недвижимости как о некой мать каких-то квартир, не классифицируя их, что обычно делают риэлторы. Это, ну, очень, как оно называется, очень неблагодарное занятие в силу того, что в целом вы не получите в итоге никакой информации от, так сказать, таких специалистов, которые не понимают, не могут декомпозировать рынок недвижимости по классам, не знают, что такое база сравнения. То есть месяц с месяцом сравнивается или год с годом. Ну, это я так немного отступлением. Переходим.